С вами жаркие новости доты. Spirit едут на Инд от арабских шейхов. Bad Boom возможно тоже. Valve официально прекратили выпуск батл пассов. Гладиаторам скорее всего придется играть с заменой на Инте. Шейхи строят город киберспорта за 500 миллионов долларов. Двухкратные чемпионы мажоров и один из главных претендентов на Aegis Gaming Gladiators вполне вероятно поедут на Инд с заменой. И речь совсем не о россиянине дурачё, как некоторые из вас могли подумать. Не, ему-то получить визу в Штаты будет не прям чтобы просто, но хотя бы реально. А вот у немца Тофу похоже с этим, как говорится, ГГ. В недавнем интервью он заявил, что натворил каких-то делов во время недавнего пребывания в США и теперь находится в очень сложном процессе оформления визы. К слову, обычным немцам визы в Штаты не нужны. У них действует упрощенка с онлайн-подачей и чуть ли не автоматическим подтверждением в течение пары часов. Другими словами, Тофу явно выкинул что-то очень серьезное. И скажу по секрету, Штаты очень не любят, когда кто-то ведет себя на их земле неподобающим образом. Также им по большому счету не важно, даже если за тебя поручится сам сенатор Штата. И даже если Тофу получит визу, его банально могут не пустить в страну по прилете, когда пробьют по базе. В общем, что тут сказать. В таком раскладе шансы гладиаторов на чемпионство на Инте резко падают. Похоже, нет никаких шансов и у южноамериканского клуба Инфинити из первого дивизиона ДПС. Я в недавнем ролике рассказывал как раз как их ограбили. Напомню, что с буткемпа парней вынесли практически все игровые компы и мониторы. В общем, организация так и не смогла пережить этот удар. Дота состав Инфинити на днях был официально расформирован. Как написали представители организации, недавние события заставили перейти их в режим реструктуризации. Все игроки моментально стали свободными агентами, а самой оргии походу пришел конец. На днях пришел конец ежегодному боевому пропуску, это который батл пасс. Об этом официально объявили Valve в недавнем блоге. Напомню, что именно благодаря батл пассам ежегодно увеличивался призовой фонд Интернешнл, а также появлялись топовые шмотки. Но не спеши паниковать, Valve все объяснили и предложили альтернативу. Видишь ли, раньше из-за батл пасса весь топовый контент выходил в месяце перед интом, а остальная часть года будто пустовала. В этом же году Valve решили отправить часть сотрудников, обычно делавших пропуск, заниматься игровыми обновлениями типа патча 7.33 и его последующих версий. Результаты Valve понравились, фидбэк от комьюнити был воодушевляющим. Кроме того, в компании поняли, что боевой пропуск многие вообще не покупают, а вот бесплатными новинками геймплея, вроде расширенной карты или терзателей, могут насладиться все. Соответственно, политика бесконечной выкачки денег с помощью игровой косметики, о которой я рассказывал вот в этой темной истории, наконец изменилась. Теперь разработчики будут больше заниматься непосредственно игрой и меньше косметикой. Естественно, при таком подходе ни о каких батлпасах с тоннами контента не может идти и речи. Да, Valve все еще выпустят какой-то компендиум с плюшками и он все еще будет пополнять призовой фонд Инта, но косметики там будет в разы меньше. Соответственно, назвать его боевым пропуском тоже не буду. Думаю, это еще сделано для того, чтобы люди не ныли, почему, мол, так мало контента по сравнению с прошлыми пропусками. Стоит отметить, что мнения в комьюнити насчет данной новости сильно разделились. Одни настроены с оптимизмом и ждут качественных игровых апдейтов на регулярной основе. Другие же, наоборот, убеждены, что Valve лишь придумали очередную отмазу. Мол, никаких регулярных патчей не будет, просто выпустят урезанный пропуск под новым именем, вот и все. Можешь поделиться своим мнением на этот счет в комментариях, а я пока расскажу свою теорию по поводу нового шмота. Что-то мне подсказывает, что в этом году Valve будут больше обычного полагаться на сеты, созданные комьюнити. Ведь если Габен снял кучу ресурсов с разработки пропуска, то кто будет делать шмот? Думаю, Valve уже начали отбор кандидатов, так что я решил глянуть, а что там интересненького такого имеется среди готовых работ юзеров. Для начала я с удивлением обнаружил интерес к женской версии антимага. Вот две неплохие работы на эту тему. Потом есть вот такой сларк в виде рыбы-удильщика. Ну да, мне нравится, когда работы отсылают на что-то такое из реала, и что? А еще я порофлил с раскачанной ЦМки. Как говорится, художник идет в ногу с трендами. Впрочем, когда я узнал, что создание одной такой модели обходится от 50 до 150 тысяч рублей, мне было уже не до рофлов. Чтобы ты понимал, даже новички в этой профессии в среднем получают 80 тысяч рублей в месяц. Плюс это проверенный путь в игровую разработку и возможность создавать собственные виртуальные миры. Если же у тебя нет соответствующих навыков или практики, то не переживай. Приходи на курс 3D-художник от онлайн-школы Contented, и тебя всего научат с нуля. На курсе ты сделаешь реалистичные модели предметов и техники. Создашь полноценных трехмерных персонажей, включая анимацию движения, а также научишься делать 3D-ролики для рекламы и презентаций. Согласись, как для студентов, работы выглядят весьма впечатляюще. Во время обучения ты освоишь все популярные программы для 3D-моделирования. Также у тебя появится с десяток работ для портфолио и более 200 часов работы с 3D. Ты пройдешь стажировку в геймдеве и рекламе, а также поработаешь по реальному брифу. В общем, Contented придумали курс так, чтобы ты точно нашел работу. Причем, неважно, будет это разработка игр, реклама, IT или фриланс, конкретную область ты сможешь выбрать сам. Ну а карьерный центр позаботится о твоем резюме и подготовке к собеседованию. Звучит круто? Что ж, ссылку на курс я оставил в описании. Или же можешь отсканировать QR-код, он на твоем экране. И не забудь ввести промокод 3DMorph. Он даст скидку в 45% на обучение, а также курс английского для дизайнеров в подарок. В общем, залетай по ссылочке, вводи промокод, осваивай новую профессию и начинай зарабатывать достойно. Ой, гайз, забыл одну мини-новость. Там же стак Никса и Кумана выиграл очередной стримерский батл, заработав полмиллиона рублей призовых. Некоторые зрители начали в комментах возмущаться, мол, это было сразу очевидно. У Никса просто состав в разы сильнее, чем у остальных. Куман вон вообще в топ-100 Европы. Что интересно, к этим зрителям присоединился и NS, вылетевший еще на групповом этапе стример с батла, не выиграв ни одной карты. Он написал, что на втором батле у Травомана был явно имбовый состав с проигроками, а сейчас вообще все решили звать прошников, чтобы и у них составы стали имбовыми. Справедливости ради, NS возмущался не конкретными людьми вроде Никса или Травомана, а общим подходом. Фановая битва стримеров внезапно решила стать турниром для тир-2 и тир-3 прошников, где все потеют на победку. Мол, по фанчику помесить глину с Сильвернеймом уже не выйдет, тебя просто вынесут в одни ворота. С одной стороны, забавно, что из раза в раз проигравшие коллективы выражают недовольство несбалансированностью составов. С другой, в словах NS вроде бы есть смысл. Как по мне, большинство зрителей и вправду такие турищи смотрят ради шоу, а не ради пота. Или может быть серьезный подход Никса и Травомана это будущая стример с батла? А может вообще NS не прав и их подход не такой уж серьезный? Пиши, что думаешь на этот счет в комментариях. Ну что, самое время обсудить финальную групповую стадию Дремлиги на 8 команд. Если вкратце, это было довольно эпично и неожиданно. Кстати, да, в одном из прошлых роликов я ошибся, все матчи здесь игрались в формате BO3, а не BO2. Бесконечные ничьи исчезли, и от этого игры стало смотреть только интереснее. Начну с верхних строк турнирной таблицы, Bad Boom и LGD. По китайцам скажу кратко, приход Нью вернул нам старых добрых LGD разваливающих кабины. Парни весь сезон искали свою игру, и вот, наконец, им это удалось. И на Риат Мастерс, и на Инте, куда я уверен, они пройдут, появился еще один грозный соперник. С Bad Boom же все интереснее. С первого взгляда они нашли всего двух героев. Марфа для Найтфола и Дума для Пюрехи, и на них всех нагибают. Вот тебе три их матча с Дремлиги, сыграны подряд. Все победы по 2-0, смотри на героев. Однако не думаешь же ты, что все соперники настолько глупы, что не банят пару героев и не забирают халявный вин. Здесь явно стоит копнуть поглубже. Во-первых, Дум от Bad Boom не всегда побеждает, винрейт 70%, а Морф не так уж и часто и пикается. То есть Найтфол и на других кэрри тащит. Вот тебе, например, красивый момент на Войде. Пьюр, само собой, тоже умеет исполнять на других оффлейнерах. Во-вторых, у остальных бэтбумовцев тоже есть короночки, например, 100% Нембер от ГПК. На них тоже приходится тратить баны. И в-третьих, ребята явно побеждают не за счет пары героев, а за счет уверенной игры. Не знаю, психолог им там помог или еще что, но результат виден. Хотя знаешь, бэтбум были бы и не бэтбум, если бы не дали подливы в решающий момент. В последних двух встречах они умудрились проиграть талон и уже вылетевшим тогда пандам. Таким образом, их по очкам догнали гладиаторы, и нас сегодня ждет переигровка за сетку венеров. Впрочем, не все коллективы из СНГ и Китая проявили себя столь же круто. Астер не смогли взять ни единой встречи и оказались на первом месте с конца. Похоже, что команды поняли, как обыгрывать комбо из Сумаила плюс четырех китайцев. У команды Рамзеса и Солыча дела тоже обстояли не очень. Они поначалу брали очень много бэтрайдера, но потом пришли примерно к тем же пикам, что и бэтбум, то есть Doom плюс Morph. Только в отличие от Nightfall и компании, у панд все как-то не клеилось. Например, LGD против них жестко мискликнули, их мидер взял Morph'а, а керри достался Ember. Админы при этом не посчитали это достаточной причиной для пересоздания лобби. Так прикинь, даже с таким раскладом, то есть с Эмбером на керри, панды умудрились проиграть. Еще и бустерки Атака впервые проиграл катку на Тинкере на Тир-1 уровне. В общем, в решающей группе Дремлиги у панд откровенно не пошло. Спирит от них, кстати, недалеко ушли. Из раза в раз они выдавали нестабильные катки, будто бы не понимая, на чем играть. Эксперименты с Брудой и Мираной для коллапса тоже дали о себе знать. Как итог, пятое-шеестое место и вылет с Дремлиги. Не, результат-то окей, но тех самых жестких спирит времен румынского инта пока не наблюдается. А, и пока я не ушел от панды спирит. Хакер, выкидывавший игроков прямо во время матча, походу опять взялся за старое. Смотри, что он выдал в решающем замесе этих команд. Минус Тинкер, надо баяться, надо возвращаться назад. Мир, и тем временем вешать дизрабшин на кого-то. Неужели Valve так и не закрыли доступ к этой уязвимости за столько времени? Думаю, им стоило бы обратиться к мидеру гладиаторов Квину. Тот моментально закрыл доступ к своей комнате во время официалки. На самом деле, ты только что наблюдал, как кто-то посторонний пытался зайти в комнату Квину во время официального матча. Поскольку правилами турнира это строжайше запрещено, Миндер рисковал получить штраф. Поэтому-то он так и психанул на человека. Кстати, кто был этот человек, не уточняется. Сами гладиаторы, как я и говорил, догнали Бэтбум по очкам. Сегодня переигровка. В четвертое место в группе внезапно ушло Талон, которые, напомню, даже на мейджор не вышли. Ну а кто заберет титул чемпиона Дрим Лиги, ты узнаешь уже в следующем ролике. Ладно, Дрим Лига это, конечно, замечательно, но не стоит забывать, ради чего она играется в первую очередь. Я сейчас, конечно же, говорю об инде от арабских шейхов под названием Риад Мастерс. Как ты помнишь, 8 его участников определяются на лигах. Так вот, большая часть данной восьмерки уже известна. Европу будут представлять гладиаторы Тундра, из Америки прилетят ЕГЭ и Ребеллиан, а из Азии LGD и Талон. Ну а от СНГ на турнире сыграют Спирит, которым средненького выступления на обеих Дрим Лигах хватило для прохода, а также, возможно, Бэтбум. Тут, как и СНТОМ, все в руках Найтфола и компании. Если они зайдут в топ-2 текущей Дрим Лиги, то пройдут на Риад. Иначе их слот уйдет без кос. На самом Риаде к Дрим Лижной восьмерке присоединятся еще 8 команд из отдельной закрытой квалификации. И вот тут, к сожалению, сюрпризов ждать не стоит. В эту квалу приглашаются лучшие 11 команд по рейтингу ESL, которые не прошли на турнир через Дрим Лиги. То есть нас опять будет ждать битва тех же самых команд, только теперь без самого топа типа гладиаторов и тундры. Однако есть у закрытой квалы на Риад и своя изюминка. Это оставшийся 12-й слот. Он уйдет на открытую квалификацию региона Мена. По сути, так арабские шейхи продвигают своих ребят. Ведь Мена — это страны Среднего Востока и Севера Африки, куда в том числе входит и Саудовская Аравия. Если ты хорошо помнишь мои ролики, то я где-то полгода назад как раз предлагал выделить этим ребятам отдельный Дота-регион. Правда, там я шел дальше на восток, в сторону Индии. А здесь наоборот, взяли курс на запад до Марокко. Но да не будем отвлекаться. Суть в том, что Мена-квалификация, дающая слот на Риад, проводится всего на 4 местных команды. Согласись, это в разы проще, чем бодаться со всем мировым топом на Дрим Лигах. Более того, для участия у тебя должно быть лишь 3 человека из данного региона. Естественно, такой шанс не могли упустить деды вроде Кура и Пупея. Вот итоговые составы участников. Квест с Амаром и Энигма с Кура проходят оригинальными ростерами. А вот Пупехе пришлось брать сразу 3 новых игроков, чтобы пройти по требованиям оргов. Как написали Сикрет, это ребята просто пошли делать побочный квест. Кстати, а кто это тут у нас? О, да это ж сливало Лейми, Стивз Гейминг. Здорово. Победитель Мена-квалы станет известен уже на днях. Думаю, это будут Квест или Энигма. Только не стоит сильно радоваться. Этим ребятам же еще предстоит пройти закрытую квалу на 12 команд. Саудовская Аравия конкретно так подминает под себя не только Доту, а и весь киберспорт. Напомню, что год назад местная федерация киберспорта на государственные нефтяные деньги приобрела ESL и FACE. Сейчас вот уже второй фестиваль Gamer's Aid проводят, это в рамках которого будет тот самый Рият Мастер. То есть еще раз, Инд от арабских шейхов это не отдельный ивент, а часть огромного фестиваля с кучей разных дисциплин. Овладеет всеми этими активами принц Файсал, член королевской семьи Саудовской Аравии. Так вот, представь себе, этот принц на днях еще и стал вице-президентом федерации киберспорта AESF. Это та самая проводящая чемпионаты мира среди сборных стран, где обычно полупромиксы играют. Другими словами, турнирного оператора купили, конкурента N2 создали, вот теперь и до полупро уровня добрались. И смотри какое совпадение, за сборные своих стран на AESF тут же зарегались известные прошники. BCM, Майнконтрол и Лилплеп представляют Болгарию, а Швеция у нас по большей части это Альянс. Еще там изначально в списках были Крит, Ларинов и некоторые другие имена, но им походу пришлось сняться из-за накладок в расписании. Занятный факт, чемпионат мира AESF 2024 года скорее всего пройдет в Казахстане. Об этом стало известно пару месяцев назад после встречи министра спорта Казахстана и непосредственного президента AESF. Впрочем, вернемся к нашим шейхам. На такой мелочи, как Федерация Киберспорта, они явно останавливаться не будут, правда же? Представляю твоему вниманию действительно крупный проект. Уже в следующем году Саудовская Аравия построит в Риаде целый киберспортивный городок за 500 миллионов баксов. Он будет включать стадион на 20 тысяч зрителей, а также всю инфраструктуру, необходимую для проведения киберспортивных ивентов. То есть это как олимпийская деревня, а только чисто под киберспорт и на постоянной основе. Думаю, все будущие Риадмастерсы будут проходить именно там. Короче, что я пытаюсь сказать? Нефтяные деньги конкретно так заливают киберспорт, и походу они изменят его навсегда. Организаторы балийского менеджера опубликовали результаты жеребьевки команд по группам. И проще всего полученное описывается фразой «полный дисбаланс». Помнишь, как все возмущались силой группы А в Берлине? Спирит еще тогда в группу Б попали и сами сказали, что им очень повезло. В общем, на этот раз все еще в два раза хуже, только на этот раз халявной является группа А, а не Б. Смотри, Астер, Айджи, Бисткост, Блэклист, Экзекрейшн. И главное, Спиритам опять повезло сюда попасть. Уверен, с такими конкурентами они должны опять проходить в Венера. Теперь взглянем на группу Б. Гладиаторы, ЛГД, ЕГЭ, плюс Азур и Квест, от которых всего можно ожидать. Да и наших коллективов два, Бэтбум и Панды. Ну и что это, если не группа смерти? Даже вот, давай банально глянем, сколько тут команд из финальной группы Дримлиги. Как видишь, в группе А их всего две против пяти в группе Б. Да и то, Астер ту лигу провалили в салатище. Я вот не понимаю, почему у ESL получается делать сбалансированные группы, а у Оргов Мажора нет. А ведь тем же Бэтбум очень нужны Венера на этом Мажоре, иначе на Интик по очкам не попадут. Впрочем, если ты претендуешь на звание лучшей команды мира, то будь готов побеждать всех. Ну и раз уж я обсуждаю Мажор, там МНС выкатил детали предстоящего Старпер Хаба. Он впервые пройдет на месте проведения, то бишь на Бали. Более того, сам Хаб расположится прямо в отеле игроков, так сказать, в непосредственной близости к празднику Доты. Интересно, что Никс также полетит освещать Мажор на место проведения, он об этом говорил еще пару месяцев назад. Правда, на Никса это особых ограничений не накладывает. НС же вместо привычной туса из 3-4 человек сможет позволить себе Хаб из одного лишь Жотма. Ну и игроков они подключать попытаются. Что ж, поглядим, как оно все пройдет. Может получиться топ-контент, а может и ботом-трэш. Факт дня. Олд Джи получили тех луз в принципиальном матче против Нигмы во втором дивизионе Европы, потому что Арамис ливнул и не вернулся. Пожалуй, расскажу об этом детальнее в следующем ролике.